Псалом 141. Учение Давида. Молитва его, когда он был в пещере. Голосом моим к Господу возвал я, голосом моим к Господу помолился. Излил пред ним моление мое, печаль мою открыл ему. Когда изнемогал во мне дух мой, ты знал стезю мою. На пути, которым я ходил, они скрытно поставили сети для меня. Смотрю на правую сторону и вижу, что никто не признает меня. Не стало для меня убежище. Никто не заботится о душе моей. Я возвал к тебе, Господи. Я сказал, ты прибежище мое и часть моя на земле живых. Внемли воплю моему, ибо я очень изнемог. Избавь меня от гонителей моих, ибо они сильнее меня. Выведи из темницы душу мою, чтобы мне славить имя твое. Вокруг меня соберутся праведные, когда ты явишь мне благодеяние. Евангелие от Иоанна Глава первая Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было вначале у Бога. Все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть. Что начало быть? В Нем была жизнь, и жизнь была, свет человеков. И свет во тьме светит, и тьма не объяла его. Он пришел для свидетельства, чтобы свидетельствовать о свете, дабы все уверовали через Него. Он не был свет, но был послан, чтобы свидетельствовать о свете. Был свет истинный, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. В мире был, и мир через него начал быть, и мир его не познал. Пришел к Своим, и Свои его не приняли. А тем, которые приняли его, верующим во имя его, дал власть быть чадами Божиими, которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились. И Слово стало плотью, и обитало с нами, полное благодати и истины. И мы видели славу Его, славу, как единородного от Отца. Иоанн свидетельствует о Нем, и, восклицая, говорит, «Сей был тот, о котором я сказал, что идущий за мною стал впереди меня, потому что был прежде меня. И от полноты Его все мы приняли и благодать на благодать. Ибо закон дан через Моисея, благодать же и истина произошли через Иисуса Христа. Бога не видел никто никогда. Единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил». И вот свидетельство Иоанна, когда иудеи прислали из Иерусалима священников и левитов спросить Его, «Кто ты?» Он объявил и не отрекся, и объявил, что я не Христос. И спросили Его, «Что же, ты или я?» Он сказал, «Нет». Пророк? Он отвечал, «Нет». Сказали Ему, «Кто же ты, чтобы нам дать ответ пославшим нас? Что ты скажешь о себе самом?» Он сказал, «Я глаз вопиющего в пустыне, исправьте путь Господу», как сказал пророк Исаия. А посланные были из фарисеев, и они спросили Его, «Что же ты крестишь, если ты не Христос, не Илья, не пророк?» Иоанн сказал им в ответ, «Я крещу в воде, но стоит среди вас некто, которого вы не знаете. Он-то, идущий за мною, но который стал впереди меня. Я не достоин развязать ремень у обуви Его». Это происходило в Вифаваре при Иордане, где крестил Иоанн. На другой день видит Иоанн, идущего к нему Иисуса, и говорит, «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира. Сей есть, о котором я сказал, за мною идет муж, который стал впереди меня, потому что он был прежде меня». Я не знал его, но для того пришел крестить в воде, чтобы он явлен был Израилю. И свидетельствовал Иоанн, говоря, «Я видел Духа, сходящего с неба, как голубя, и пребывающего на нем. Я не знал его, но пославший меня крестить в воде, сказал мне, «На кого увидишь Духа, сходящего и пребывающего на нем, тот есть крестящий Духом Святым». «И я видел и засвидетельствовал, что сей есть Сын Божий». На другой день опять стоял Иоанн и двое из учеников его, и, увидев идущего Иисуса, сказал, «Вот Агнец Божий». Услышав от него сии слова, оба ученика пошли за Иисусом. Иисус же, обратившись и увидев их идущих, говорит им, «Что вам надобно?» Они сказали ему, «Рави, что значит учитель, где живешь?» Говорит им, «Пойдите и увидите». Они пошли и увидели, где он живет, и пробыли у него день тот. Было около десятого часа. Один из двух, слышавших от Иоанна об Иисусе и последовавших за ним, был Андрей, брат Симона Петра. Он первый находит брата своего Симона и говорит ему, «Мы нашли Мессию, что значит Христос». И привел его к Иисусу. Иисус же, взглянув на него, сказал, «Ты, Симон, сын Ионин, ты наречешься Кифа, что значит камень, Петр». На другой день Иисус восхотел идти в Галилею и находит Филиппа и говорит ему, «Иди за Мною». Филипп же был из Вифсаиды, из одного города с Андреем и Петром. Филипп находит Нафанайла и говорит ему, «Мы нашли того, о котором писали Моисей в законе, и пророки, Иисуса, сына Иосифова, из Назарета». Но Нафанайл сказал ему, «Из Назарета может ли быть, что доброе?» Филипп говорит ему, «Пойди и посмотри». Иисус, увидев идущего к нему Нафанайла, говорит о нем, «Вот подлинно израильтянин, в котором нет лукавства». Нафанайл говорит ему, «Почему ты знаешь меня?» Иисус сказал ему в ответ, «Прежде нежели позвал тебя Филипп, когда ты был под смоковницей, я видел тебя». Нафанайл отвечал ему, «Рави, ты сын Божий, ты царь Израилев». Иисус сказал ему в ответ, «Ты веришь, потому что я тебе сказал, я видел тебя под смоковницей, увидишь больше всего». И говорит ему, «Истинно, истинно говорю вам, отныне будете видеть небо отверстым и ангелов Божиих, восходящих и нисходящих к Сыну Человеческому». Вторая книга «Царств». Глава девятая. И сказал Давид, «Не остался ли еще кто-нибудь из дома Саулова? Я оказал бы ему милость ради Иоаннафана». В доме Саула был раб по имени Сива. И позвали его к Давиду, и сказал ему царь, «Ты ли Сива?» И тот сказал, «Я раб твой». И сказал царь, «Нет ли еще кого-нибудь из дома Саулова? Я оказал бы ему милость Божию». И сказал Сива царю, «Есть сын Иоаннафана хромой ногами». И сказал ему царь, «Где он?» И сказал Сива царю, «Вот он в доме Махира, сына Аммиэлова в Лодеваре». «И послал царь Давид, и взяли его из дома Махира, сына Аммиэлова из Лодевара. И пришел Мемфивосфей, сын Иоаннафана, сына Саулова, к Давиду, и пал на лице свое и поклонился. И сказал Давид, «Мемфивосфей!» И сказал тот, «Вот раб твой!» И сказал ему Давид, «Не бойся! Я окажу тебе милость ради отца твоего Иоаннафана и возвращу тебе все поля Саула, отца твоего, и ты всегда будешь есть хлеб за моим столом, и поклонился Мемфивосфей и сказал, «Что такое раб твой, что ты презрел на такого мертвого пса, как я?» И призвал царь Сиву, слугу Саула, и сказал ему, «Все, что принадлежало Саулу и всему дому его, я отдаю сыну, господина твоего». Итак, обработывай для него землю ты и сыновья твои и рабы твои и доставляй плоды ее, чтобы у сына господина твоего был хлеб для пропитания. «Мемфивосфей же, сын господина твоего, всегда будет есть за моим столом». «У Сивы было пятнадцать сыновей и двадцать рабов. И сказал Сива царю, «Все, что приказывает господин мой царь рабу своему, исполнит раб твой». Мемфивосфей ел за столом Давида, как один из сыновей царя. У Мемфивосфея был малолетний сын по имени Миха. Все живущие в доме Сивы были рабами Мемфивосфея. «И жил Мемфивосфей в Иерусалиме, ибо он ел всегда за царским столом. Он был хром на обе ноги». Вторая книга царств. Глава десятая. «Спустя несколько времени умер царь Амманицкий, и воцарился вместо него сын его Аннон. И сказал Давид, «Окажу я милость Аннону, сыну Наасову, за благодеяние, которое оказал мне отец его. И послал Давид слуг своих утешить Аннона об отце его, и пришли слуги Давидовы в землю Амманицкую. Но князья Амманицкие сказали Аннону, господину своему, «Неужели ты думаешь, что Давид из уважения к отцу твоему прислал к тебе утешителей? Не для того ли, чтобы осмотреть город и высмотреть в нем, и после разрушить его, прислал Давид слуг своих к тебе?» И взял Аннон слуг Давидовых и обрил каждому из них половину бороды и обрезал одежды их наполовину до чресл и отпустил их. Когда донесли об этом Давиду, то он послал к ним навстречу, так как они были очень обесчищены, и велел царь сказать им, «Оставайтесь в Эрихоне, пока отрастут бороды ваши, и тогда возвратитесь». И увидели амманитяне, что они сделались ненавистными для Давида, и послали амманитяне нанять сирийцев из Бефрихова и сирийцев Сувы двадцать тысяч пеших, у царя Маахи тысячу человек и из Истова двенадцать тысяч человек. Когда услышал об этом Давид, то послал Иоава со всем войском храбрых. И вышли амманитяне и расположились к сражению у ворот, а сирийцы Сувы и Рехова и Истова и Маахи стали отдельно в поле. «И увидел Иоав, что неприятельское войско было поставлено против него и спереди, и сзади, и избрал воинов из всех отборных в Израиле и выстроил их против сирийцев. Остальную же часть людей поручил Авессе брату своему, чтобы он выстроил их против амманитян». И сказал Иоав, «Если сирийцы будут одолевать меня, ты поможешь мне, а если амманитяне тебя будут одолевать, я приду к тебе на помощь». «Будь мужествен, и будем стоять твердо за народ наш и за города Бога нашего, а Господь сделает, что ему угодно». И вступил Иоав и народ, который был у него, в сражение с сирийцами, и они побежали от него. Амманитяне же, увидев, что сирийцы бегут, побежали от Авессы и ушли в город. И возвратился Иоав от амманитян и пришел в Иерусалим. Сирийцы, видя, что они поражены израильтянами, собрались вместе. И послал Адраазар и призвал сирийцев, которые за рекою, и пришли они к Еламу, а Савак, военачальник Адраазаров, предводительствовал ими. Когда донесли об этом Давиду, то он собрал всех израильтян и перешел Иордан, и пришел к Еламу. Сирийцы выстроились против Давида и сразились с ним. И побежали сирийцы от израильтян. Давид истребил у сирийцев семьсот колесниц и сорок тысяч всадников. Поразил и военачальника Савака, который там и умер. Когда все цари, покорные Адраазару, увидели, что они поражены израильтянами, то заключили мир с израильтянами и покорились им. А сирийцы боялись более помогать амманитянам. 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 Амманитянам.